Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English. Даже если вы можете изъясниться на английском и поддержать разговор, знаете грамматику и устойчивые выражения, вам этого будет мало для того, чтобы писать корпоративные имейлы по всем канонам делового английского. Сегодня рассмотрим разницу между формальным и неформальным языком. Поехали! В английском, как и в русском, в деловой переписке существуют свои неписанные правила, свои клише и структуры. Уже в приветствии вам нужно сделать выбор, формально приветствовать человека, а если вы пишете ему или ей впервые, то точно лучше формально, или если у вас уже есть какой-то контакт и формальности необязательны, то словесные реверансы тоже можно опустить. Итак, формальный имейл начинаем словами. А если мы не знаем, sir это или madam, то пишем или вот эта знаменитая фраза сотруднику, которому могло бы быть адресовано это письмо. Это можно использовать, когда мы не знаем ничего о собеседнике, ни имени, ни даже пола. Если имя знаем, начинаем с него, например. Уважаемый Дэвид, уважаемый мистер Джонс. Если отношения попроще, вы уже общаетесь, то можно начать с простого Я в обоих типах общения, формальных, неформальных, всегда добавляю какую-то из следующих фраз после приветствия. Надеюсь, у вас все в порядке. Надеюсь, мой имейл нашел вас в прекрасном расположении духа. В понедельник, когда пишешь, говоришь, надеюсь, вы прекрасно провели выходные. Но это чтобы разогреть человека, да? Это у нас, русских, принято с места в карьер, иначе люди думают, что ты специально тратишь их время. А в англоязычной культуре принято сначала обменяться любезностями, поэтому вставить вот эти фразы, казалось бы, лишние, не помешает. Если написали вам, или вы пишете имейл в ответ на ваш, то обязательно нужно поблагодарить человека за то, что он или она вам ответили. Спасибо за такой оперативный ответ. Можно чуть менее формально. Спасибо, что ответил. Дальше вы должны объяснить, что вам нужно. Я пишу с целью запросить что-то там. Я пишу по поводу, дальше объясняйте. Это тоже я пишу по поводу того-то и того-то. Это все формальные выражения. В неформальном ключе можно спросить, как и в жизни. Ну, только вежливо, да? Я хотела бы узнать, есть ли какие-то новости для меня. Я хотела бы узнать, есть ли новая информация по вопросу. И так далее. Сам язык имейлов обычно более формален, чем разговорный. То есть нейтральные слова могут заменяться более формальными. Хотя, конечно, это не всегда обязательно. Давайте на примерах рассмотрим, как нейтральные слова можно заменять формальными и придавать вашим имейлам более деловой вид. Например, слово to tell, сказать, сообщить информацию меняем на Он не сказал мне, что у нас был зум-звонок с клиентом этот день. Давайте теперь сделаем эту фразу формальной. Он не сообщил мне о том, что у нас был зум-звонок запланирован. Довести до ума, исправить. В имейлове будет звучать как Маленькие ошибки должны быть быстро исправлены. А теперь давайте формально. Мы собираемся исправить все мелкие какие-то недочеты в квартире перед тем, как вы туда въедете. Find out. Узнать можно поменять на discover. Move out. Съехать на vacate the property. Фразу I'm sorry можно заменить на Примите мои извинения. Sell обычное слово можно заменить на Выставить на продажу. И получится так. То есть изначально было простым языком. I am really sorry to be the bearer of bad news, but we've just found out that the landlord is selling the house, so you'll have to move out by the end of the month. Теперь заменяем это все, как я рассказывал, и получается следующее. We'd like to inform you that the landlord, as we have discovered earlier today, has put the flat on the market, and you will have to vacate the property by the end of the month. Our sincere apologies for the inconvenience caused. Какая красота! Формальная формальность. А смысл тот же. Мы хотели бы вам сообщить, что владелец, как мы узнали ранее сегодня, выставил квартиру на продажу, и вам нужно покинуть владение к концу месяца. Примите наши искренние извинения за доставленные неудобства. Чем больше извиняетесь и вот этих любезностей оставляете, тем лучше. Указать на что-то меняем на draw attention to. Обратить ваше внимание на что-то. Я бы хотела отметить, что эти факты не верны. Меняем. Я бы хотела обратить ваше внимание на ошибочную репрезентацию данных фактов. Конечно, перебарщивать с таким формальным языком тоже не стоит, и это всегда зависит от того, с кем и в каком ключе вы общаетесь. Когда вы сказали все, что хотели, нужна закрывающая фраза, и только потом прощание. Закрыть можно так. Спасибо за ваше терпение и содействие. Пишите мне без раздумий, если у вас появятся еще какие-то вопросы или опасения. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам понадобится дополнительная информация, я с удовольствием вам ее отправлю. С нетерпением ждем сотрудничества с вами в будущем. Обращаю ваше внимание, дальше у глагола должно быть инговое окончание. И так далее, да? Всегда с ингом. I look forward to hearing from you. I look forward to talking. All righty. I look forward to working with you. Best regards. С наилучшими пожеланиями. Kind regards. С наидобрейшими пожеланиями. Это уже прощальная фраза, которой вы закрываете свой имейл. А я закрываю наш сегодняшний выпуск. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч в Puzzle English. С наилучшими пожеланиями.